И теперь к теме, которая носит резонансный характер. Следователи начали допрашивать мужчину. Его подозревают сразу в двойном нападении на девушек. Подробности пока не разглашаются. Но известно, что житель Нарьинмара действительно орудовал на улицах города. Первый случай произошел 10 сентября. Тогда на молодую девушку напали недалеко от студенческого общежития. Благо, обошлось без жертв. О втором инциденте информации очень мало. Социальные сети тем временем продолжают взрываться. В интернете это сейчас тема номер один. Олег Котанзейский попытался восстановить хронологию тех событий. О том, что в Нарьинмаре орудует мужчина, который нападает на молодых девушек, стало известно из социальных сетей. Новость на ленте опубликовали почти сразу после первого инцидента. Впрочем, никаких фактов, лишь разговоры. Мол, где-то слышали, но не уверены. Ну как там, маньяк? Не поймали еще? Не знаю, поскорее бы поймали, а то страшно как-то. Маньяк есть. Напали на мою знакомую в четверг. Полицейские тем временем уже работали. Проверяли информацию, устанавливали личность мужчины, затем вели слежку. Вот на кадрах предполагаемые преступники. Вот сняли камеры наружного видеонаблюдения. Мужчина спокойным шагом куда-то направляется. Он надет в камуфляжную форму, на плечах небольшой рюкзак. Правда, лица не видно, но по внешним описаниям это он. На наш взгляд, есть объективное основание полагать, что он участниками происшествия. Первое нападение произошло чуть ли не в центре города. Все случилось 10 сентября в районе 10 часов вечера. Первый инцидент произошел примерно здесь, возле общежития социально-гуманитарного колледжа. К девушке со спины подошел неизвестный мужчина и прислонил к горлу предмет, напоминающий нож. Но пострадавшая не растерялась, она сразу же покинула это место, а мужчина за ней не последовал. Известно, что девушка, на которую напали, совершеннолетняя. Нам удалось пообщаться с ее знакомой, которая рассказала детали этого вечера. Все произошло очень быстро, но девушке удалось запомнить приметы нападавшего. Рост у него 175, он был в броднях. Она сказала то, что она его видела раньше, что он постоянно около здания техникума гуляет с собакой. Мужчина, который попал в объективы камер, действительно подходит под описание. Впрочем, делать громкие выводы пока рано. С ним сейчас беседуют следователи, в том числе устанавливают подробности второго инцидента. Он случился в ночь после первого. Нападение произошло около Меншикова 15. Свидетелей нет. Двор малоосвещаемый. По данным фактам, сотрудники полиции возбудили уголовные дела. По статье 119 Уголовного кодекса Российской Федерации, угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью. А также статья 213 Уголовного кодекса, хулиганство. Кто он? Для всех это сейчас главный вопрос. Ведь преступник буквально за несколько часов поднял на уши чуть ли не весь город, в том числе и поселок Искателей. Что это за идиот такой, который пойдет, будет пугать? Не знаю, для чего вообще? Для пугания девушек? И зачем это? Чтобы боялись его? Мне кажется, что он немножко психически неуравновешенный. Как-то непривычно даже слышать такие новости, что у нас в городе кто-то завелся. Маленький, мне кажется. Ну ясно, или рано, или поздно узнают, кто это. Очень страшно, да. И кто? Не по себе даже. Пока же ведутся следственные мероприятия и устанавливается точная личность преступника. Полицейские рекомендуют жителям региона быть предельно бдительными. И постараться не разгуливать на улицах города в темное время суток. Мы следим за этой историей. Олег Котанзейский, Александр Дуркин, Андрей Котов. Телеканал Север.